День шефа И скажите, вообще-то этот день отмечается только в Великобритании, Австралии, Южной Африке и еще, кажется, в Папуа-Новой Гвинеи? Более предусмотрительные товарищи поздравили своих начальников с Днем шефа через наш информационный портал города Рассказово. Они прямо-таки объяснялись в любви своим руководителям. У нас был опрос, за что вы любите вашего шефа? Так поровну еще никогда не распределялись голоса. 15% любят своего руководителя за умение красиво рассказывать о перспективах компании и их великолепном будущем. Другие 15% любят шефа за то, что он есть, ведь никто не будет работать как лошадь, пока не пришпорит начальник. Следующие 15% обожают своего начальника за то, что он не мешает хорошим людям работать. Есть у нас еще 15%, у которых директор как младенец, что не так сразу в крик, а они по всей вероятности очень любят детей. Большинство же 25% подчиненных понимают, что да, босс не всегда прав, но он всегда босс. И это тоже вызывает у них симпатии. Другие ответы даже боюсь озвучивать. Но ничего не поделаешь, программа у нас правдивая, и мы должны принимать во внимание все точки зрения. Итак, за что же вы любите вашего шефа? А с чего вы взяли, что его любят подчиненные? Я его терпеть не могу. Он просто зверь. Кому-то повезло больше. У нас директор просто класс. Ну как его не любить за хорошую зарплату или потому, что он отличный шеф? Дальше нас немного просвещают. Само слово «босс» не значит «главный», а значит «контролер». А что касается, за что я его люблю, так за работу и, конечно же, зарплату. Как бы там ни было, все знают, что директором не рождаются, им становятся. Директор – это непростая должность, и у нее, как и везде, есть свои плюсы и свои минусы. К минусам должности относится ненормированный рабочий день. Даже есть такая шутка. Если будешь активно работать по 8 часов в день, тебя сделают начальником, и тогда станешь трудиться уже по 12 часов. Самое сложное, что приходится делать любому шефу, – это принимать решения и заставлять подчиненных действовать. К бесспорным плюсам руководящей должности относятся высокий социальный статус и высокая зарплата. Возможно, именно поэтому, по данным службы занятости, 14% всех обратившихся хотят занимать руководящие посты. А вот сейчас и проверим, готов ли среднестатистический рассказывец занимать руководящий пост. Сразу предупреждаем, многие вопросы будут очень далеки от директорского кресла, но просто так нужно. В общем, поехали! Вы в зоопарке. Около клетки какого животного задержитесь дольше всего? Около клетки с крокодилом? Слоны мне нравятся? Пообщаюсь с попугаем? Если бы я ходила в зоопарк, то смотрела бы только на обезьян. Так, есть бы слоны, то около слонов. А так и с крокодилом, с хищниками. В автобусе старушки завели разговор о том, какая невоспитанная в наше время молодежь. Ваша реакция? Поддерживаю старушек. Начну громко с ними спорить. Промолчу. Промолчу, но подумаю. Себя вспомните в молодости? Я промолчу, но подумаю. Себя вспомните в молодости. Засыпая, вы вдруг вспоминаете, что не проверили газ, свет, электроприборы. Вы. Сплю дальше. Утро, если настанет, покажет, что к чему. Соскакиваю с кровати и лечу проверять. Расталкиваю жену, делюсь с ней своим беспокойством, и она идет проверять. Скажу с кровати, надо скакивать. И проверять. И проверять, да. Но это по хозяйству. Ну да. Как вы считаете, поговорка «Дуракам всегда везет» себя оправдывает? Я совершенно не согласна с этим изречением. Такое случается очень часто. Считаю, что везет только тем, кто к этому стремится. Такое случается очень часто. Мой коллега, звезда занимательной статистики Сергей Томахин, сам напросился на очень большие проблемы. Что такое очень большие проблемы? Это проблемы чуть больше, чем просто большие. Это когда начальник кричит на тебя благим матом. Это когда ты кричишь на начальника благим матом. Очень большие проблемы – это когда за тобой люди бегают с автоматом, стреляют там. Вот это серьезные, большие проблемы. А вот из того, что здесь перечислено, тут я считаю, что это все маленькие проблемы, так сказать, проблемки. И когда начальник на тебя кричит благим матом, и когда ты на него кричишь, это не проблема на самом деле. Иногда помогает. Ставьте галочку. Вот. Поэтому отмечу, что это чуть больше, чем большие. И последний провокационный вопрос. Вы получили два равноценных предложения о работе. В одной фирме директор – женщина, а в другой – мужчина. К кому пойдете? Пол начальника не имеет значения. Уйду к женщине. Пусть командует мужчина. Вы определились, к кому из начальников пойдете? Да, к мужчине. О, Катя! Ну, потому что, мне кажется, у мужчины как-то более развитые способности управления, чем у женщин. Да и между женщин. Как известно, мы женщин не можем воспринимать конкурентку, и поэтому только исключительно из-за этого. С мужчиной будет легче управляется. По результатам этого теста среднестатистический рассказывец находится на хорошем счету у начальства. Но вас пока еще не собираются продвигать. Пожалуй, для руководителя вы чуть-чуть разбросаны и неорганизованы. Старайтесь чаще бывать на виду у шефа. Ваши старания не должны остаться незамеченными. У вас есть дома шкаф? А вы уверены, что он вам нужен? Пожалуйста, заходите на наш сайт в интернете, где мы активно обсуждаем эту серьезную тему. Ждем вас. Всем удачи. До встречи.